В этом году Ульяновская область получила грант от Федерального центра. Полмиллиарда рублей будут вложены в решение проблемных вопросов. В районах региона перебои с водоснабжением. Напора не хватает, состояние коммуникации тоже не самое лучшее. На седание оперативного штаба Алексей Русских поручил главу муниципалитетов обратить внимание на строительство и ремонт водоводов. При перебоях с водоснабжением ваша ответственность, уважаемые главы районов. Жалобы от людей поступают. Я хочу слышать, как вы стабилизируете обстановку. В частности, жалобы поступают из села Моисеевка Меликевского района. По словам местных жителей, воды нет более 10 дней. Сергей Александрович, какая ситуация? Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства недавно проверял неисправную скважину. Работы на объекте предстоит много. Дополнительное финансирование не помешает. 22-метровая скважина сегодня запесочилась. Требуется бурение новой. Необходимые документы сейчас район готовит. Было два варианта. Первый – это комиссия по чрезвычайным ситуациям. Второй, скорее всего, по нему и пойдем. Это ваше поручение по дополнительному финансированию. Проблемы с водоснабжением есть в 12 районах области. С сортировкой мусора на ульяновских полигонах тоже не лучшая ситуация. Алексей Русских раскритиковал работу региональных операторов. Нет ни одного оператора, ни одного полигона, который бы соответствовал требованиям сегодняшнего времени. Недавно в Московской области проходил семинар для коммунальщиков и акционеров компании регоператоров. В Солнечногорск ездила и наша делегация. Вместе с министром ЖКХ специалисты отрасли посетили экскурсии по одному из предприятий по обработке твердых коммунальных отходов. Технологии в Московской области оказались на голову выше. Чтобы и у нас было также необходимо разработать инвестиционные программы. Глава региона поручил министру ЖКХ привлечь инженеров и создать финансовую модель. Про нацпроект «Культура» тоже поговорили на аппаратном совещании. В этом году на культурные нужды в регион поступило более 300 миллионов рублей. На эти деньги возродят сельские клубы и обновят театр юного зрителя. Средств должно хватить и на реорганизацию библиотек. И получили поддержку на создание модельных библиотек нового времени. В этом году из федерального центра помощь будет оказана трем библиотекам в городе Ульяновске. Это библиотека номер 7 в Засвильярском районе, Трешниковская библиотека, библиотека в Новоспасском районе, Центральная библиотека и еще одна библиотека в городе Дмитровграде. Таким образом, в Дмитровграде уже будет три полноценные библиотеки нового времени. По нацпроекту здравоохранения в Ульяновской области строят фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники приводят в порядок. В этом году у Минздрава много задач. В этом году мы планируем построить 5 ФАПов, одну сельскую врачебную амбулаторию, провести ремонт 8 учреждений здравоохранения. И, разумеется, наш колоссальный проект, инфекционная больница, она у нас работает, все в ходу. Есть некоторые вопросы, но мы как раз в настоящее время все вопросы решаемы. И по традиции на аппаратном совещании обсудили обстановку по коронавирусу. Как сказали в региональном отделении Роспотребнадзора, заболеваемость идет на спад. Но бдительность и осторожность не помешают. В общественных местах должны быть санитайзеры и аппараты для дезинфекции. Термометрию тоже пока не отменили. В летних лагерях температуру поручили измерять по два раза в день. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.